Адреса недобросовестных застройщиков должны знать все, подчеркнула на городском планерном совещании первый заместитель главы Светлана Яровая. Я имею в виду такие самобольно построенные на сегодняшний день дома, как на Калинино, Евскино-18, Анапское шоссе, у которых нет и, скорее всего, не будет никаких коммуникаций. И приобретая там жилье, недвижимость, люди будут обмануты. Предлагать людям покупать квартиры в строящихся без разрешительной документации домах само по себе уже преступление. Вот только без наказания. Конторы «Рога и копыта», прикрываясь баннерами «Дом сдан», торгуют воздухом. Результат плачевный. Наглядный пример – Белорусский проезд 8. По Белорусскому 8 в апреле состоялось судебное решение об обязании застройщика предоставить услугу согласно договора, услугу по газообеспечению этого дома. Сегодня февраль следующего года. Хотя более 50 квартир в этом комплексе, из 400 квартир, еще принадлежат этому господину. Никто же даже не поинтересовался в регистрационной службе. Никто обеспечительных мер не принял, не наложил арест. Как раз при реализации этого имущества можно как раз и газифицировать. И еще одну ТПшку поставить. Суд обязал, а застройщик проигнорировал. Ни правоохранительные, ни надзорные органы принять меры к Антипину не могут. Но может повториться история с Антипинским самостроем. Но уже на улице Калинина. Без единого согласования, а значит без тех условий, выстроена 12-этажка. Я не удивлюсь, если на Калинина сегодня, вот в этом 12-этажном доме, там же что-то делают, начнут загораться окна. А со временем люди придут и скажут, Сергей Палыч, а где электричество, а где вода, а где газ? Городские власти по всем самовольно возведенным домам инициируют судебное разбирательство. Но процесс этот, к сожалению, не быстрый. Пока суд доделал, недобросовестные застройщики продолжают подпольную деятельность. Усилия надо объединить. Вот я за этим столом когда-то сказал месяцев 7 назад на Совете Безопасности, нашим внутренним, что если все, кто вот здесь сидят, будут соблюдать те решения, которые мы сегодня приняли, то мы буквально в течение месяца-двух наведем порядок по рассматриваемому вопросу. Вопрос стоял о самостроях. Самостроем надо объявить бойкот, как это было с детским парком. Возьмите в детском парке. Все в курсе, да? У господина Антипина там есть 50 соток земли. Вот за цирком Никулина в детском парке. Выделены ему по судебному решению для благоустройства. Что было полтора года назад, вспоминайте. Вот с этой трибуны Светлана Владимировна призвала. На ограждении уже висело объявление. И на сайте висело объявление. Квартиры по доступной цене покупайте. И уже начались поползновения к тому, чтобы рыть котлован. Сегодня этого нет. И котлована нет. Не должно там быть этого дома. Не будет спроса на услуги мошенников. На нет сойдет незаконное предложение. КОНЕЦ КОНЕЦ